В 1918 году на вооружение Германии поступила сверхдальнобойная пушка «Колоссаль», также известная под именами труба Казера Вильгельма и парижская пушка. Вес 256 тонн, длина ствола 28 метров и калибр 210 миллиметров. Это был крупнейший орудийный комплекс Первой мировой войны. Прежде всего, это была первая война индустриальной эпохи. Конечно, были войны и до этого, но значение технологии, техники и массового производства еще в предыдущих войнах не проявилось так, как в Первой мировой. Переводить экономику на военные рельсы в европейских странах начали задолго до первых выстрелов на полях сражений. С 90-х годов 19 века до 1913 года расходы на производство вооружений в Англии, Германии, Австро-Венгрии, Франции и России выросли в среднем на 80%. В немецкой военно-оборонной промышленности было задействовано 115 тысяч человек. Достижения науки и техники поставили на службу грядущей войне. В 1901 году на вооружение русской армии поступили первые 40 пулеметов «Максим», изобретенных и произведенных в США. Через три года их стали выпускать на Тульском оружейном заводе. Стрельбу из них можно было вести до тех пор, пока не кончались боеприпасы. В ходе Первой мировой войны надежность пулемета стала легендой, и немцы охотно использовали трофейные образцы. Когда изобрели пулемет, военные эксперты говорили, что больше войны не может быть с пулеметом. Кстати, уже автомат был изобретен. В 1905 году в русской армии уже был автомат. Не очень сильно генерал Федоров изобрел с специальными патронами. К 2014 году Германия довела численность своей сухопутной армии до 800 с лишним тысяч человек. В ответ правительство Франции, которому было сложно соревноваться с немцами по численности армии, увеличило срок службы с двух до трех лет и понизило призывной возраст до 20 лет. Французская армия тут же увеличилась на 50%. Английский флот к началу войны насчитывал 11 крейсерских эскадр и 8 эскадр линейных кораблей. Но и немцы стремительно наращивали свои военно-морские силы. На возведение новых линкоров и подводных лодок немцы потратили 7,5 миллиардов марок. Первая подводная лодка появилась в Германии в 1906 году, позже, чем даже в Турции и Португалии. И к началу войны в распоряжении Второго рейха было лишь 39 субмарин против 98 у британцев. Но осенью 2014 года с немецких стапелей сошла первая подводная лодка Ю-35. Она установила печальный рекорд, потопив за годы войны 236 кораблей. Если в 2014 году для подводной лодки главная проблема состояла в том, чтобы самостоятельно не утонуть без воздействия противника, и таких случаев достаточно много, в силу технического несовершенствования рода сил флота, то уже в 1917 году Германия, которая разуверилась в возможности своих армии решить проблему на сухопутных театрах, она сделала основную ставку на подводную войну. Война послужила толчком для разработки новых видов вооружений. На арену боевых действий вышли самолеты, которые теперь стали применять не только для разведки, но и для бомбардировки. Появились первые танки, которые только своим видом приводили в ужас противника, но главное, стали применять оружие массового поражения. Первыми применять газ стали французы, но гранаты со слезоточивым газом у них быстро закончились. 22 апреля 1915 года около реки Ипор немецкая армия распылила 168 тонн хлора. Пострадало 15 тысяч французских солдат, из которых треть умерла сразу. Впоследствии его заменили более токсичным фазгеном, а позже и притом. Эта война была впервые войной анонимных убийств. Вот, например, война 12-го года, да, Бородино. Русский гусар с французским рубятся, и они в глаза глядят, кто кого зарубит. Или, да, какая-нибудь война крымская, в которой Лев Толстой участвовал, в которой мы проиграли, но храбро воевали, штык в штык, да. А теперь сидят за несколько метров друг к другу и стреляют, и никто никого не видит. Это эпоха массовых анонимных убийств. Всего воюющие страны произвели 28 миллионов винтовок, 1 миллион пулеметов, 150 тысяч пушек и свыше 9 тысяч танков. Совокупные расходы Антанты и Тройственного союза, по подсчетам историков, составили 208 миллионов долларов США. После войны в большинстве стран начался процесс демилитаризации, то есть постепенный переход экономики на мирные рельсы. Большинство государственных комитетов, созданных для контроля над промышленным сектором, ликвидировали. Согласно Версальскому мирному договору, немецкая армия становилась символической. Военно-морской флот забрали победители, а на численность немецкой армии наложили ограничения – 100 тысяч человек.